Здравствуйте, уважаемые абитуриенты и их родители! Сегодня мы расскажем вам об особенностях подготовки к ЗНО по биологии. Тест по биологии не включен в список обязательных для сдачи предметов. Структура теста такова. Всего 50 заданий, 40 из которых тестовые, с одним правильным ответом из 4 предложенных, 6 на установление соответствия и еще 4 на выбор 3 правильных ответов из 3 групп. Для выполнения заданий тестируемые имеют 120 минут. Для того, чтобы охватить подготовки к тесту весь необходимый материал, стоит начинать ее не позже, чем за год до сдачи ЗНО, ведь материала для запоминания очень много. Дату проведения ЗНО по биологии и другим предметам вы можете узнать у нас на сайте rksigzag.com.ua или на сайте Украинского центра оценивания качества образования testportal.gov.ua, ближе к проведению теста. Изучая биологию, используйте различные материалы, комплексные издания с теорией и практикой, сборники тестов с разбиением по темам и комплексные, аудио и видеоматериалы, конспекты лекций, схемы, таблицы и другие. Обязательно ознакомьтесь с программой подготовки к ЗНО по биологии и пройдите тесты прошлых лет. При подготовке к ЗНО нет ненужных тем. Убедитесь, что вы понимаете и запоминаете изучаемый материал. Если вы только начали подготовку к ЗНО, вам пригодятся наши советы. Для успешного решения всех тестовых заданий нужно хорошо знать теоретический материал. При этом нужно уметь устанавливать взаимосвязь между разными темами и помнить нюансы. Для лучшего усвоения материала после изучения отдельной темы стоит потренироваться в выполнении тестов по пройденной теории. Их вы можете найти как на интернет-сайтах, так и в различных сборниках. Если на какой-то из вопросов вы затрудняетесь ответить, повторите всю тему, которая его касается. Решите несколько заданий с аналогичной формулировкой или с той же темой, чтобы закрепить знания. Вместе с тестовыми заданиями старайтесь к каждой теме выполнять также задания на соответствие. Осуществляя подготовку к тесту, обязательно конспектируйте теорию в сокращенном виде, так, чтобы потом легко вспомнить основные положения. Законспектировав все важное, работайте с записями. Их нужно не только просматривать, но и пересказывать тот материал, который не вошел в конспект. Читайте специальную литературу, запоминайте картинки и строение различных организмов, сделайте карточки с терминами, чтобы лучше их усвоить, а также старайтесь самостоятельно систематизировать полученные знания, излагая их в виде таблицы или схемы. Стоит отметить, что при решении всех типов заданий можно использовать метод исключений. Если исключить все неправильные ответы, то останется самый верный. При подготовке к ЗНО важную роль играется тематичность занятий. Определите для себя дни для занятия теорией и практикой и не отступайте от намеченного плана. Материала очень много и весь он рассчитан на хорошее запоминание. Следовательно, времени, работы и усилий для его изучения тоже нужно немало. Поэтому не затягивайтесь с подготовкой и позаботьтесь о своих знаниях уже сегодня, и тогда хороший результат вам обеспечен. Образовательный портал НИШКОЛЫ проводит бесплатные онлайн-уроки по подготовке к ЗНО по всем основным предметам. Заходи на сайт внешколы.ком.ua, смотри уроки в прямом эфире и в записи. Во время урока можно задавать вопросы и получать ответы. Кроме того, на сайте ты найдешь бесплатные конспекты, тесты и шпаргалки по подготовке к тестированию. За датами проведения следующих онлайн-уроков следи на сайте внешколы.ком.ua или в группе ВКонтакте. Готовься к ЗНО, не выходя из дома. Так ты рукой не забывай махать. Нет. Ой. Сорок из которых тестовые. 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 С одни правильные. Ведь материалов для запоминания достаточно много. Очень много. Очень-очень. 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 Продолжение следует...